В ноябре 2019 года стартовало первенство Нижегородской области по хоккею. В нем принимали участие 8 команд. Среди них и хоккейный клуб «Саров». В марте 2020-го соревнования приостановили. И вот спустя несколько месяцев оргкомитет Нижегородской области подвел итоги турнира. На той неделе было рабочее совещание, и было принято решение. Скова и Стар Таршаева будут переигрывать в финал один матч. Мы и Павлова получаем бронзовый комплект медалей. То есть в переигровке не будет за третье место. Смысла нет. Во-первых, команды уже другие, составы другие. У нас состав обновляется. У них половина мальчишек уехала. По словам Сергея Макеичева, бороться за призовое место нашим спортсменам было трудно. Почти все команды играли на высоком уровне. Слабые были только урень. Я могу даже сказать, что все, они не вышли. Вача была в незачет, поэтому осталось как бы шесть команд, и все участвовали в плей-оффе, и приблизительно все были одинаково равны. Есть куда расти. То есть в предыдущем сезоне были четвертые, в том году третьи. Посмотрим, что будет в этом году. Всего в хоккейном клубе «Саров» играют около 30 спортсменов. Каждый год состав команды обновляется на 6-7 человек. Артем Бубликов – новый спортсмен хоккейного клуба «Саров». Ранее молодой человек играл в детской команде «Ракета». Получив удостоверение профессионального хоккеиста, он решил выступать в ИХЛ и защищать честь Сарова. Пока Артем изучает тактику и стратегию команды, чтобы привести ее к заветной победе. В ИХЛ мы больше бегали, потому что мы молодые, а тут уже ребята взрослее. Я как-то думаю, быстрее, головой. И все делают быстро. Я знаком со всеми ребятами, со всей командой. Хорошо приняли и все нормально. Первая игра первенства Нижегородской области по хоккею среди мужских команд в этом году пройдет в ноябре. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.